В памяти о самом молодом классике беларусской литературы ровно 101 год назад не стало Максима Богдановича. Поклонники его творчества собрались сегодня у монумента поэту в столице. Здесь звучали строки классика. Их не только читали, но и пели. Много говорили и о непростой жизни Максима Богдановича. Новые факты из его короткой жизни появляются даже спустя век после ухода поэта. Долгий час мы лечили, что он в 5-годовом взросле съехал из Беларуси. С 1896 года жил в Нижнем Новгороде. На самой справе он в полный час еще был тут, в Беларуси. Он жил снова уже в Минске у своей тетки Магдалены Ягоровной. Засем недавно с Нижнего Новгорода нам передали первый том по набору творога Максима Богдановича. Князья уже 90-х годов и Каштона Сеутым, что на ней заховывается аутограф батьки Максима Богдановича. Завершился митинг возложением цветов к памятнику. Среди рост там были и любимая поэтом Васильки. Беларусского письмена вспоминают сегодня не только в Беларуси. В прошлом году появились переводы Богдановича на сербский, чешский и испанский языки. А вскоре его слуцкие ткачихи и другие стихотворения зазвучат на японском.